Продолжение следует... ...нужно будет купить билет, который стоит 40 тысяч вьетнамских донгов. Это примерно 2 доллара. Как вы можете видеть, президентский дворец очень красивый. Также здесь очень много туристов, поскольку это одна из главных достопримечательностей в Пошимине. Что примечательно, этот палац был построен французами на замену деревянного дворца. Он был построен в 1868 году. Итак, давайте пойдем внутрь. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, информацию вы можете брать из подобных табличек, которые я сейчас вам показываю. К сожалению, русского языка здесь нет, так что вспоминаем уроки английского либо французского, но, думаю, английский будет полегче, потому что эти таблички есть, к сожалению, только на ветрамском, английском и французском. Но, если вы хотите узнать более подробно о этом дворце и вы не знаете английского, ничего страшного, вы можете купить аудиогид, который стоит 75 тысяч человек, они есть на очень многих языках, включая русском. И, как вы можете видеть, внутри очень много интересных комнат, и у каждой комнаты есть свое предназначение. Для того, чтобы полностью обойти президентский дворец, я советую вам потратить на это два часа. так вы можете уделить внимание каждой красивой мелочи, находящейся в этом дворце, и вы ничего не пропустите. Хорошая мастерская мастерская мастерская, она прощается на зиму. В Cindy, в sair. В Probablynский степени, а в Сиди, в Пров startled. В vé губе, в Сиди. Мастерская мастерская. В drives, в иди. В рак, в пусты. Вfires. Мы сейчас спустились в бункер, здесь довольно жарко, так что не забудьте взять с собой немного воды. И кто боится замкнутых пространств, ничего страшного, здесь в принципе слишком узких туннелей нет. Все довольно просторно, конечно же по меркам бункера. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В бункере есть даже кровать, так что проверьте Airbnb, может кто-то выставил ее на Airbnb, может кто знает сколько стоит проживание в бункере. Это вот президентский офис в бункере и конечно же в этом бункере присутствует очень много техники времен Вьетнамской войны. Всякие рации, станции и так далее. Я в принципе в этом не специалист, но думаю вам понравится. Мы сейчас находимся на кухне президентского дворца. Наверное моей маме бы понравилось, очень просторно, очень есть куда распернуться, очень много места и я думаю очень много чего можно здесь приготовить, если ее хорошо оборудовать. Надо будет подсказать моей маме. Субтитры делал DimaTorzok А сейчас мы находимся на втором этаже президентского дворца. Я вам скажу, вид отсюда открывается очень даже отличный. На замечательную площадь президентского дворца, которую вы видели ранее. Так, я сейчас стою на балконе второго этажа в президентском дворце. Если вы можете видеть, за мной фонтан, а за ним дорога. Если ехать прямо-прямо по дороге, то вы попадете в зоопарк. Возможно я когда-нибудь сниму в зоопарк в Ашимине тоже, поскольку это очень интересное место. Так что вот так президент смотрит прямо на обезьяну. Или наоборот. Вообще мне очень нравится дизайн этого здания. Очень много окон, очень светло. Все выполнено очень в хорошем стиле, очень просторно. Видите, это такой вот небольшой сад внутри президентского дворца. Он расположен прямо посередине различных апартаментов для гостей. Здесь находится, наверное, штук 5-6 апартаментов для гостей. Очень красивые комнаты. И посередине вот такой вот сад. Сейчас мы находимся в спальне президента. Очень классная комната, очень просторная. Чувствуется, что сделано со стилем. Сейчас я нахожусь на третьем этаже президентского дворца. Здесь уже больше игровые залы, есть кинотеатр, вертолетная площадка, если вы видите прямо за мной. Также есть, как я уже сказал, кинозал, столовая и игровая комната. Так что третий этаж посвящен полному отдыху и развлечениям. И сейчас я нахожусь на крыше. Конечно же, здесь есть бар с видом на свой личный вертолет. Так что президент, наверное, не скучал. И здесь открывается отличный вид на площадь и на центральные улицы Хошимина. Если вам понравился этот обзор президентского дворца, обязательно подписывайтесь на мой канал Артемову Фитнес. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok